МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! По традиции урок самопознания мы с вами начнем с позитивного настроя. Представьте, как вы идете к двери класса. Открываете дверь, проходите по коридору и выходите на улицу. Вдыхаете свежий воздух, ощущаете дуновение ветра на волосах и лучи солнца, мягко греющее лицо. Вы идете в сторону леса. Остановитесь на минутку и оглянитесь вокруг. Ощутите красоту и свежесть природы. Подойдите к какому-нибудь цветку, наклонитесь и посмотрите на него внимательно. Предмет самопознания нельзя отнести к обычной дисциплине, насколько тонким и специфичным является его содержание. Поэтому очень важно построить учебно-воспитательный процесс так, чтобы ребенок с радостью приступил к занятию и был готов к доверительному общению. И в этом плане на учащихся благоприятно влияют позитивные минутки, в ходе которых дети фантазируют и мысленно настраиваются на новый урок. Ну что, ребята, вы настроились на урок. Теперь мы с вами можем начать знакомиться с новой темой. А знакомство с новой темой урока мы начнем со стихотворения с Сергеем Михалковым «Будь человеком». Дома вы должны были подготовиться и выучить его. Ну, и есть желающие. Ева, давай начнем с тебя. В лесу мурашки муравьи живут своим трудом. У них обычаи свои и муравейник дом. Миролюбивые жильцы без дела не сидят. С утра на пост бегут бойцы, а няньки в детский сад. Рабочий муравей спешит тропинкой трудовой. С утра до вечера шуршит в траве и под листвой. Ты с палкой по лесу гулял, и муравьиный дом. Шутя до дна расковырял и подпалил потом. Покой и труд большой семьи нарушила беда. В дыму метались муравьи, спасаясь кто куда. Трещала хвоя, тихо отлил сухой опавший лист. Спокойно сверху вниз смотрел жестокий эгоист. За то, что так тебя назвал, себя я не виню. Ведь ты того не создавал, что предала огню. Живешь ты в атомный ошвек и сам не муравей. Будь человеком, человек, ты на земле своей. Итак, ребята, вы молодцы, все подготовились. Мне понравилось, всем спасибо. Вы поняли, что мы с вами сегодня будем говорить о том, что быть человеком – это не так и легко. И тема нашего сегодняшнего урока так и называется – «Будь человеком». А сейчас, ребята, мы по традиции переходим с вами к цитате урока. Цитата урока является обязательным элементом уроков самопознания. В качестве цитаты обычно используется изречение известных личностей, пословицы и крылатые выражения. По мнению педагогов, размышления над содержанием цитаты способствуют образно-эмоциональному восприятию и более полному раскрытию обсуждаемой темы. Повышает активность учеников, составляет их мыслить и рассуждать. Каков характер, таковы и поступки. Ну, у меня есть к вам вопросы. Что вы думаете по поводу этих слов? Я думаю, что в этой пословице говорится о том, что если ты добрый, то и дела тоже добрые. Я считаю, что от внутренних качеств человека зависит его отношение к людям и к делам. Я думаю, что от внутренних качеств человека зависит и его отношение к людям. Да, ребята, всё верно. Поступки, которые совершает человек, являются отражением его характера. Поэтому очень важно совершенствовать свои положительные качества. А теперь, ребята, я вам предлагаю посмотреть видеоролик, который называется «Просто добрые дела». Уроки самопознания — это уроки разума и души, которые помогают развить у ребёнка положительные эмоции, направленные на гуманное отношение к людям, доброту и сострадание. И о какой бы общечеловеческой ценности не шла бы речь на уроке, она прививается детям не нравоучениями, а на примере обычных жизненных ситуаций. И сегодня на уроке ребята в ходе просмотра небольшого видеоролика о добрых поступках параллельно проводили анализ своего внутреннего мира и оценивали собственные поступки. Итак, ребята, вы все посмотрели видеоролик. Теперь у меня к вам есть вопрос. Вы заметили, какими положительными качествами обладал главный герой ролика? Гико этого видеоролика был бескорыстным и заботливым. Он был очень добрым. Я заметила то, что он был щедрый. А я заметила то, что он был доброжелательный. Мне кажется, главный герой был трудолюбивым и отзывчивым. Хорошо, ребята, чувствуется, что вы очень внимательно смотрели. А теперь кто из вас может рассказать о своих добрых делах? Вкратце, мы все послушаем, нам очень интересно. Однажды во дворе я встретил бабушку. В руках у нее были два тяжелых пакета. Я помог ей и донес пакеты до ее дома. А мне ближе к семье становится жалко голубей. Я их подкармливаю. Иногда я вижу бездомную собаку и порой покупаю для нее еду. А больше всего она любит сосиски. Как-то раз моя мама пришла с работы очень уставшая. Я решила ей помочь и пошел гулять с сестронкой. А когда мы гуляли с друзьями на улице, мы встретили бездомную собачку и прилетели ее у себя в подъезде. Один раз я после гостей встретил маленькую кошку. Мне сначала ее не разрешили приучить, но потом, когда она за мной шла, мне ее разрешили взять. И теперь она унашивает. Однажды мы с мамой пошли гулять и встретили иностранного туриста. И показали дорогу в музей. Однажды зимой выпало очень много снега и автобусы ходили редко. И мы решили с мамой подвозить детей до школы и садика. Однажды я катался на коньках и я увидел то, что мальчик упал и не мог встать, поэтому я ему помог встать. Ребят, прям мне очень понравились, очень трогательные у вас истории. Вы все замечательно поняли. Ведь на самом деле не важно, насколько богат ты материально. Главное, насколько богат твой внутренний мир положительными качествами. Ребят, этого достаточно для того, чтобы быть счастливым, быть человеком. Ребят, а теперь мы с вами выполним творческую работу, где вы должны будете нарисовать человека и дописать вокруг полезные занятия и добрые поступки. В книге «Этика жизни» Сарал Пасказа пишет. Каждый из нас, родителей, мечтает, чтобы наши дети были способными, находчивыми, талантливыми и чтобы были лучше других. Но не об этом надо мечтать. А о том, чтобы ребенок стал хорошим человеком. Чтобы был полезен обществу, чтобы созидал и творил. Чтобы пронес высокое звание человека через все жизненные испытания. И уроки самопознания способствуют этому. Мы нарисовали образ доброго человека. Наш добрый человек обладает сочувствием. Поэтому он никогда не пройдет мимо бедной собаки, ни пока к ним их льет. Еще наш добрый человек обладает трудолюбием. Поэтому он всегда убегает за собой мусор. Также наш добрый человек очень заботливый. Поэтому он помогает всем. Наш человек очень трудолюбив. И поэтому он помогает в уборке дома. А еще он очень внимательный. И уступает место пожилым людям в автобусе. А также у него очень большая сила воли. И он занимается спортом. Мы нарисовали такого очень доброго человека. Он усидчивый и любознательный. Поэтому любит читать книги и выполнять домашние задания. Наш человек очень заботлив и очень уважает всех вокруг. Поэтому переведет бабушку через дорогу. Наш человек очень терпелив. Поэтому научит другого человека тому, в чем сам преуспел. Наш человек очень любит природу. Поэтому посадит либо деревья или цветы. Мы нарисовали добрую девочку. Наша девочка очень храбрая. Поэтому она заступается за своих друзей. Наша девочка очень доброжелательная. Поэтому помогает всем, кто нуждается в помощи. Наша девочка очень внимательная. Поэтому слушает тех, кто к ней обращается. Ребята, судя по вашим работам, я думаю, что вы все прекрасно поняли, что быть человеком – это значит быть полезным для людей, для животных. Быть полезным к окружающей среде. И поэтому человек должен постоянно закаливать в себе положительные качества. Ребята, быть человеком – это думать не только о себе. Ну и в завершении урока, ребята, мы по традиции с вами исполним добрую песню. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова